В итоге я буду управлять вот такой вот мощной лампой на 500 ватт с помощью обычной кроны. Для того, чтобы сделать данное устройство как можно дешевле, я использую старые компоненты, которые валялись где попало. Так, сейчас самое интересное. Бахнет или не бахнет? Для начала просто так включу. Ребята, всем привет! В данном видео буду собирать своими руками самое дешевое твердотельное реле. Для этого нам понадобится семистор, в данном случае БТБ-16, оптосемистор, в данном случае МОК-3052 и два резистора. В итоге я буду управлять вот такой вот мощной лампой на 500 ватт с помощью обычной кроны. В принципе, то же самое я могу сделать, если использую вот такое вот реле. Подавать на катушку 9 вольт, оно будет щелкать и своими контактами включать лампу. Но реле щелкает, это все слышно. Щелк, 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 щелк. А твердотельное реле включается бесшумно, работает долго и циклов включения-выключения у нее в разы больше. А добавив еще два точно таких же канала, можно получить трехфазное твердотельное реле, которым можно включать или выключать трехфазный двигатель. Что я, собственно, и делал в одном из прошлых своих видео. Там очень многие люди просят, дай схему, дай схему, дай схему. А схема-то элементарнейшая. Давайте попробуем ее собрать. Вот я ее нарисовал. В общем, идет симистор, здесь резистор на 330 Ом, оптосимистор. Ну и дальше уже светодиод оптосимистора подключается через токоограничительный резистор на 1 кОм. В общем, когда я сюда буду включать крону, здесь появится 9 вольт, светодиод оптосимистора засветится, оптосимистор начнет проводить, что приведет к тому, что откроется уже данный большой симистор, который откроется и включится эта самая наша лампа. Итак, вот ключ, первый вывод. Чтобы проще паять, раздвину лапы. Первый вывод идет через резистор и идет на провода, которые должны быть подключены к роне. Для того, чтобы сделать данное устройство как можно дешевле, я использую старые компоненты, которые валялись где попало. И теперь их нужно немножко залудить, чтобы их хотя бы можно было припаять. Итак, на первый вывод идет резистор, на второй вывод идет минус управления и плюс управления подпаивается к другому выводу резистора. Теперь лампа. Вот здесь вилка, сюда будет включаться 220. Вот он идет, шнур, 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 шнур. Идет сюда. Один провод идет напрямую на лампу, а второй провод идет через симистор. У симистора есть три вывода. А1, А2 и Г. И подключаем лампу к А1 и А2. Ну тут в принципе без разницы как подключить. Так, на А2 припаивается резистор. И теперь припаивается на шестой, на четвертый, то есть к этому и к этому выводу оптосимистор. Сейчас нужно подумать, как его здесь поставить покрасивее. Ну что ж, поздравляю, наше твердотельное реле готово к запуску, но перед запуском следует обсудить два момента. Во-первых, схема питается от сети 220 вольт, поэтому нужно быть крайне осторожным, потому что это опасно для жизни сетевое напряжение. Вас может просто-напросто убить. Точно так же здесь нужно убедиться, что вы нигде не оставили никакой сопли, что вход с выходом никак не связан, потому что подключать я, конечно же, крону буду аккуратно, держать за изоляцию проводов, но тем не менее будьте аккуратны. Ну и второй момент, так как лампа мощная, то есть 500 ватт, она будет потреблять больше 2 ампер, следовательно, семистор будет греться, и его нужно установить на теплоотвод. Будьте аккуратны, данная серия семисторов имеет фланец, который подключен к этому выводу, то есть фланец находится под напряжением, поэтому если вы прикрутите его к теплоотводу, теплоотвод также будет находиться под опасным для жизни сетевым напряжением. Так, сейчас самое интересное. Бахнет или не бахнет, для начала просто так включу. Оптопара семистора может ловить какие-то наводочки, он будет включаться-выключаться, но давайте посмотрим. Глаза уберу подальше, и есть контакт. Лампа не включилась, так и должно быть. Теперь подаю 9 вольт нужной полярности, и лампа должна включиться, наверное. Ждем. Ты смотри, даже включилась. Но все работает. Твердотельный реле за 2 копейки отлично функционирует. И нет абсолютно никаких щелчков, ничего. Тихо, мирно, все аккуратно. Супер. Включил, выключил. Включил, выключил. Включил, выключил. Идеально. Никаких щелчков, никаких шумов. Все просто супер. Берегите себя. Крепкого здоровья. И если вам интересны еще какие-то простые схемы, пишите в комментариях, что именно вам интересно. Будем делать подобные видосы. Крепкого здоровья. Пока. Надеюсь, что из данного видео ты вынес для себя что-то полезное. И поэтому не забудь поделиться данным видео со своими друзьями. Поставить жирный лайк. Это очень поможет каналу в развитии. На канале огромное количество роликов по электронике. Два из них ты сейчас видишь на экране. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok